АРМИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ДЕЛАЕТ ИС ТЕБЯ ГРАЖДАНИНА Поэтому, чтобы снять некоторые вопросы, некоторые волнения, сегодня мы пригласили к нам в студию председателя комитета солдатских матерей Марину Чучу. Марина Анатольевна, добрый вечер, рада вас видеть. Добрый вечер. Давно вы у нас не были, поэтому вопросов к вам много скопилось. Я думаю, что и по ходу постараемся мы зрителям, мамам, которые отправили недавно буквально своих сыновей, какие-то сомнения, может быть, развеять. Как вы считаете, за последние годы больше или меньше стало проблем в нашей армии? Проблем меньше не стало, но, может, они какую-то форму другую имеют. Если раньше мы боролись только с дедовщиной, то сейчас ее в армии становится все меньше и меньше, но появляются другие проблемы, тоже очень такие важные. Вы ведь очень много общаетесь с родителями военнослужащих, призывников. Вот с чем чаще, с какими вопросами, с какими проблемами, которые теперь у нас есть, обращаются к вам? Последние два года у нас проблемы со здоровьем военнослужащих по призыву. Ребят больных призывают в армию. Там, значит, некоторые даже дня не отслужат, попадают в госпиталь и начинается у нас хождение по мукам. И военнослужащие страдают, и родители. Ну а всегда ли вот такие вещи, они обоснованы? Ведь все-таки существует медицинская комиссия специалистов, врачей. Я думаю, что они тоже не заинтересованы, наверное, каких-то совсем больных солдат иметь. Ну для этого есть положение военно-врачебной экспертизы. Можно найти заранее родителям, посмотреть, подходит ваш ребенок под какую-то категорию годностей или нет. Но мы сейчас сталкиваемся с тем, что родители, отправляя детей в армию, они даже не знают, какие у них есть заболевания. Поэтому я просто призываю всех мам, есть возможность, ваш сын еще здесь, вот на гражданке, обследуйте его полностью. Ну опять же, это уже проблема. Тогда возникает не совсем армия, да, проблема уже в семье, родителей и заботы. То есть, вот опять же, насколько обоснованы какие-то требования, какие-то проблемы, которые, понятно, что забрали там сыночку в 18 лет, там и мамы там некоторые бывают очень эмоциональные, чересчур. Вот часто ли, когда начинаете разбираться, а проблем это, собственно говоря, и нет? Нет, проблемы-то как раз у нас и есть. Мама, когда отправляет своего сынульку в армию, она очень переживает. Картинки такие иногда по ночам рисуются. Мы ночами не спим, мы все думаем, вот-вот обратно придет или ждем звоночка. Если два-три дня нет звонка, у нас уже паника начинается, зная, что было раньше в армии. И поэтому уже начинаем звонить командирам. Некоторые доходят до президента Российской Федерации напрямую, минуя командиров. И, естественно, у этого мальчика в армии начинаются проблемы. Потом нам приходится это все решать, сглаживать. Ну, вообще, вот я слышала, например, от мужчин, которые служили лет 20-30 назад, говорят, да что теперь армия, санаторий. То есть телефоны есть, позвонить можно, год всего служат. То есть они очень скептически относятся к такому и, соответственно, к этому вмешательству родителей. То есть, с одной стороны, человек уходит в армию, он, в общем-то, уже в такое самостоятельное плавание уходит. Вот вы говорите, все-таки, наверное, не совсем пользу приносит такая гиперопека. Но, с другой стороны, да, контроль, наверное, нужен быть. И вот здесь, я думаю, что, наверное, такой вот ваш комитет, он такой, наверное, здравомыслящую нотку должен вносить. С одной стороны, успокаивать чересчур эмоциональных родителей, с другой стороны, зная дело, контролировать ситуацию. Вот расскажите про комитет, то есть каковы функции его, для чего он нужен, с какими вопросами вы сталкиваетесь, какие решаете. В первую очередь хочу сказать, что в этом году комитету солдатских матерей исполнилось 10 лет. Мы его очень хорошо отметили в тесном кругу. Функции наши не изменились. Первое – это юридическая помощь призывникам и их родителям. Также помощь военнослужащим по призыву и не только. Теперь у нас пошли контрактники. Прибавилась работа с родителями, чьи сыновья погибли при прохождении воинской службы по призыву. Так вот все это у нас не меняется. Ну а вот чуть подробнее, например, для людей, которые не совсем, наверное, к счастью, не обращались никогда к вам. Все-таки вот помощь по призыву – это что? Помощь по призыву. Я считаю, что каждый родитель должен посмотреть перечень нормативных документов, что нужно пройти вашему ребенку, каких специалистов, какое образование, в какие войска он попадет. Вот ведь доходит до такого родителей, приходят, я спрашиваю, у вас приписное есть? Да. А какая категория годности у вашего сына? А мы не знаем. Или приходят родители, нашего сына не призовут в армию, он больной, его все документы. Медицинская комиссия со слезами, Марина Анатольевна его признали годным. И у нас вот это вот в течение недели-двух нам нужно это все решить. Это можно сделать, вот прямо сейчас я всегда говорю, 14 лет мальчику исполняется, собирайте папку безопасности. Или хочется вам, чтобы ваш сын продолжил учебу, заранее побеспокойтесь, напишите заявление в военкомат, в призывную комиссию, что просим предоставить отсрочку. Это все бесплатно делается у нас, не нужно ни адвокатов, никого не нанимать. То есть вы прежде всего вот еще информируете, да, и рассказываете с точки зрения закона, да, то есть как правильно поступить, чтобы не были ущемлены права. Вот как много у нас таких родителей ответственных, которые с 14 лет, да, вот когда сын исполнилось 14 лет, они начинают вот вести такую работу? Ну, один-два. Один-два. То есть обычно тогда уже поездка. Все нам еще рано, да, нам еще рано, мы успеем. Вот такое отношение у нас. Хорошо, сейчас в Череповце открылся еще клуб солдатских матерей. Вот что это такое, это дочернее предприятие комитета? Чем занимается клуб? Мы бы сказали, что не дочернее предприятие, а новая такая будет структура, объединяющая мам, чьи ребята служат в армии, проходят по призыву. То есть в данный момент? В данный момент, да. Люди к нам приходят в этот клуб. Значит, функция у нас такая, ну, наверное, больше организации досуга. Ну, там, за чашечкой чая. Поделиться эмоциями. И кто как съездил на присягу, или кто куда собирается, где служит. Ага, кто у кого-то уже там проблемы какие-то, как решать. Они уже друг другу подсказывают, как они из этой ситуации выходят. Ну, в общем, очень хорошо. А с представителями военкомата дружите? Приходят они вот на такие встречи? Ну, вы знаете, с военкоматом у нас отношения сложились очень хорошие, когда был Виктор Александрович Толстиков. Мы же начали совместную работу, такую для поднятия престижа военнослужащих. Проводили и конкурс рисунков детского «Вы служите, вы нас подождем». В общем, планы такие у нас были. Но сейчас я не знаю, какие будут отношения с военкоматом. Но представители училища связи электроники, наши любимые, с которыми мы очень сотрудничаем, тесно, они предоставили нам психолога на этот клуб. То есть это важно для родителей? Это по просьбе мам. Все делается по просьбе мам. Что психолог говорит? Как справиться с эмоциональным таким всплеском и с нами дурными в первый период? Нет, она просто смотрит, как мы себя ведем, мамы, где-то чего-то подсказывает. Но такого нет, что вы должны так-то, так-то. Все в дружеской обстановке. Помогает? Что говорят отзывы? Какие у мамы? Помогает. Хорошо. У нас мамы даже сказали, у вас конкурс рисунка, а мы вам сделаем конкурс поделок руками мам, чьи солдаты проходят в армию. Ну, понятно, готовить сыночки незачем год, поэтому мамы должны руки как-то прикладывать. Активные мамы приходят. Хорошо, вы недавно участвовали в сообществе, в форуме, в сообществе активных граждан. Потому что, хочу сказать нашим зрителям, я думаю, что многие вас уже хорошо знают и давно знают. Марина Анатольевна очень такой человек неуспокоенный, активный. Естественно, что этот форум не мог пройти без ее участия. Проходил он в Череповце. Расскажите, во-первых, почему в Череповце и впервые ли это здесь проходит? Ну и какие вопросы там решались? Форум проходил на Северо-Западе, значит, у нас впервые, с 28 по 29. Основная цель была объединить общество, бизнес и власть. Форум был сделан, и рабочие площадки. Первый день лично я посетила рабочую площадку, где занимались контролем над обществом, над властью. Это нам очень помогло. Глобальные цели. Да, нам сказали, как, кому и когда улыбаться. То есть опять же психологи с вами работали, я так понимаю. Группа, которая с нами работала, они были очень профессионалы, подготовленные. И получить вот такой заряд эмоций, такие знания бесплатно и в своем родном городе, это хорошо. Там же представители были со всего Северо-Запада. Я сначала думала, что я одна такая, больна на голову, что мне все нужно, а оказалось нет. Вот вы сейчас перед эфиром, мы общались с Марией Анатольевной, она сказала, что очень много идей подчеркнуло и очень много сейчас направлений в работе. Расскажите нашим зрителям, вот конкретно, вы же туда были как представитель комитета солдатских матерей. Что с форума, который учит управлять обществом, вы принесете в свою работу? Больше расширять свое поле деятельности, вот действительно, поездки по воинским частям с поддержкой наших ребят. У нас же есть такая акция, вы служите, мы вас подождем при комитете солдатских матерей. Это просто нужно видеть, как горят глаза у ребят, когда мы приезжаем просто с черепитием. Сначала нас командиры воспринимают в штыки, о, да и так к нам ездят тут. А когда посмотрят в нашей группе, как это все проходит, ВКонтакте, они с радостью приглашают, пожалуйста, приезжайте, мы вам будем очень рады. А цель-то вот комитета, когда вы приезжаете в военную часть поддержать и увидеть, для чего это нужно? Цель-то мы едем с гражданским контролем. Проверить? Да, у меня тревожное письмо от родителей, сигнал, и мы сразу собираемся и едем туда. Ну, смотрите, закончился весенний призыв, сейчас вот скоро будут присяги начнутся. Вот присяга такая, понятно, что очень торжественный момент, и практически все родители, близкие собираются приехать на присягу. Вот дайте конкретные советы, во-первых, ну, нужно ли ехать с точки зрения, опять же, вот вашего опыта, психологической точки зрения. И если ехать, то с чем, да, с каким багажом? Я не говорю про вещи, я говорю вот эмоциональное состояние родителей. Обязательно, обязательно нужно ехать. Это как рождение вашего сына, у вас были эмоции, радости. Потом вспоминаем, как мы выпускной в детском садике, выпускной в школе. Нас переполняла гордость, что сын такой, я сейчас заплачу, лучше всех. А тут он возмужает, вы приезжаете, он стоит весь подтянутый, с автоматом в руках. Он мужчина, он защитник отечества. У некоторых родителей слезы переполняют. Ну, или мужчина, для этого тоже поддержка. А ребятам как, вот они стоят, я была на присягах. По каким-то причинам, если к молодому человеку не смогли приехать, и он стоит, у него уже вот слезы в глаза. Как родительский день в лагере? Да, да. И поэтому переходим ко второму вопросу. Как родительский день в лагере? Не везите туда продукты, все-все-все, ни в коем случае, чтобы потом у вашего сына не было проблем. Самое главное, везите туда побольше денег. Так. Там купите и зубную щетку, и пасту, и берцы, у кого порвались. То есть то, что необходимо, и то, что можно, да? Да, вот тенденция берцы, у нас форма, у некоторых она сказочно исчезает. Берцы, они рвутся у мальчишек. Поэтому я знаю, что перед тем, как ехать на присягу, им дадут возможность связаться с родителями и сказать, что конкретно должны привезти. А продукты там можно купить. Ну, если кому-то вот из деревень едут, да, можно купить копченые, там, колбаса, ну, чтобы не портилось. Ну, опять же, что сказать-то? Вот приехали там, а он похудел на 5 килограмм за месяц. Вот, опять же, нужно ли жалеть и там плакать или что-то? Или все-таки вот нужно как-то взять себя в руки и найти те слова, которые мальчишке нужны в этот момент? Тоже непростой ведь для него. Едем без слез. Если получится. Все равно не получается у мам, но как-то, ой, молодец, ты такой хороший, а как тебе форма к лицу? Действительно, ребята, когда в форме, они меняются. Ну, тут мама плачет в углу, а папа уже начинает говорить какие-то важные слова. Нет, у нас сейчас наоборот. Папа плачет, стоят молча, а мамы там ведут политику. Ну, вот комитет солдатских матерей, вот, пожалуйста, первые плоды. Даже не первые уже. Хорошо, ну, давайте все-таки вот, не могу не спросить, что должно все-таки насторожить родители? Вот они приехали, все здорово, мальчик в форме, красиво, да? Ну, вот что-то вот, они понимают, что что-то здесь не так. Какие моменты должны насторожить, чтобы потом вот эти, как-то по возможности решить этот вопрос? Первое, это им должны предоставить номера командиров частей, подразделений, обязательно командиров роты. Обязательно. Телефоны. Телефоны, номера телефонов обязательно должны дать. Если по какой-то причине скажут, ага, вот вам только номер командира замполита, звоните по всем вопросам туда, это уже значит какой-то сигнал. А почему? То есть доступность контактов должна быть, это обязательно? Обязательно. Одно дело родному сообщить, почему там у моего ребенка там две недели нет от моего сына ни звонка, ни письма, ничего, да? А второе, ты напрямую командир участия. И вот эти звоночки меня очень беспокоят. Если у вас какая-то проблема, если сын сказал, мама, у меня там что-то, это нужно, вот, искать все деньги и ехать туда. Если это проблема серьезная. Поэтому мамы на присягу уже едут некоторые на взводе. Потому что ребята попадают в палаточные лагеря, где нет ни воды, спать негде, ни ночи, в таких условиях. Ну, в общем, здесь, конечно, надо золотую середину искать, да, отбросив всех эмоций, вот, адекватно оценить ситуацию. Хорошо, Марина Анатольевна, у нас буквально минута остается, вот, очень вас хотела бы попросить дать сконтакты вашего комитета, потому что, ну, вот, сейчас вот будет горячая пора, я думаю, что и у вас, да, вот вернутся все из частей, из присяг, и какие-то вопросы возникнут. Опять же, чтобы найти, помочь эту золотую середину, куда звонить? Телефон горячей линии у нас есть, можно найти, у нас группа ВКонтакте называется «Вы служите, мы вас подождем, Череповец». Там для родителей можно найти любые номера телефонов любой войсковой части, значит, любой прокуратуры, госпиталя. Также через эту группу можно найти комитеты солдатских матерей, куда попали ваши мальчики. Для того, кто не может, допустим, ну, вот, не имеет возможности, там, найти группу ВКонтакте, сейчас озвучьте, пожалуйста, телефон горячей линии, и мы выведем на экран его. 8 900 537 98 98. Спасибо большое. Еще раз напоминаю нашим зрителям, Марина Анатольевна Чучун, председатель комитета солдатских матерей, была сегодня в нашей студии. Спасибо вам большое, что с открытым сердцем относитесь к этим вопросам, поменьше вам работы, все-таки побольше каких-то, я не знаю, просто вот хорошего общения с солдатскими матерями. Спасибо большое, удачи, рада вас видеть. С вами, уважаемые зрители, прощаюсь, до следующего понедельника, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!